Казахстану тоже необходима новая модель государственного управления, адекватная запросам общества, эффективная и справедливая. При этом она должна основываться на использовании самых современных технологий. Каждый голос должен быть услышан. Для этого предстоит развивать соответствующие политические механизмы. В целях учета мнения жителей конкретного региона относительно государственных расходов будет реализован проект бюджета народного участия. Портал открытого правительства должен расширить возможности граждан в обсуждении важных решений. Нам нужна команда управленцев новой формации в разных сферах, которая не боится брать ответственность и принимать нестандартные и эффективные решения. Именно такие люди сегодня способны дать результаты, в которых нуждается наша страна. К сожалению, не все государственные служащие пока еще это осознают. Пытаясь работать по-старому, они фактически тормозят модернизационные процессы в стране. Одной из проблем остаются командные перемещения в системе государственного управления. В отчетах показатели сменяемости в государственных органах в целом в пределах нормы 6-10%. На деле всем очевидно, что кадровый состав при смене министра или Акима тоже значительно меняется. Отсутствуют нормативы численности руководящих работников. Не всегда соблюдаются и принципы меритократии. До сих пор имеются случаи покровительства и продвижения по служебной лестнице по знакомству через влиятельных опекунов. Это же ведь правда, и все это мы знаем. Это недопустимо. Такую систему нужно подвергать критическому анализу, в том числе через общественное мнение. По-другому уже нельзя, потому что главный результат. Постоянные реорганизации способствовали оттоку специалистов. Как следствие отсутствовала преемственность, что сказывалось на эффективности деятельности госорганов. А для государственного аппарата институциональная память имеет первостепенное значение. О какой памяти можно вести речь, если руководители подразделений и даже ведомств, как стрекозы, скачут с одной должности на другую. Один год поработал, требует другую должность. Или в этом же министерстве, или же в другом министерстве. Мы должны создавать надлежащий социальный пакет для государственных служащих, как, например, в Японии, где государственные служащие, достигнув уровня, допустим, директора департамента, с большим удовольствием уходят на пенсию, поскольку они обеспечены социальным пакетом это раз, а с другой стороны, они пользуются уважением в обществе, поскольку энное количество лет они отработали в министерстве и внесли свой вклад в развитие своего государства. Я думаю, мы должны к этому подходить.